Добрый день! В эфире программа Дневной Разворот. Вас приветствуют ведущие Николай Голиков и Владимир Сметанин. Здравствуйте! Сегодня в программе у нас очень важная, интересная и, как нам кажется, очень сложная тема, которую мы, собственно, давно уже наслышали. Володь, мне кажется, правда, тема очень сложная, реально сложная, потому что очень много всего сейчас об этом пишут. И вот, честно говоря, вроде бы не глупый я человек, а вот все равно какое-то непонимание определенное остается. Поэтому я скажу, что эта тема на самом деле очень сложная. Речь идет о том, так предваряю нашу беседу с нашей гостьей, что уже давно появилась информация о том, что в нашем регионе, как и по всей стране, будет внедряться новая схема, система обращения с твердыми бытовыми отходами. С твердыми коммунальными, как сейчас называют. С твердыми коммунальными отходами. И все это делается к тому, чтобы, насколько я понимаю, чтобы это были какие-то цивилизованные рамки приобрело, да, и в плане сбережения экологии и природы. В общем, сегодня у нас такой знакомительный эфир. Решение на региональном уровне уже принято. Что у нас появился единый оператор по обращению с отходами в нашем регионе. Это компания Куприд. Компания Куприд, компания известная, солидная история. И сегодня у нас в студии генеральный директор этой компании Ирина Торопова. Ирина Владимировна, добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день, уважаемые земляки, уважаемые жители города Кирова и нашего региона. Я рада вас приветствовать. Сегодня мы будем задавать самые простые, может быть, даже самые глупые вопросы, потому что все, как и обычные жители региона, мы хотим знать, как это все будет работать. Давайте определимся с понятием оператор по обращению с отходами. С твердыми коммунальными отходами. Что все это значит? Поясните, пожалуйста. Я, наверное, начну с маленькой предыстории. В нашем государстве, начиная с 2013 года, велась подготовка к проведению такой масштабной реформы в сфере обращения с отходами. Все эти годы велась подготовка в части создания новой законодательной базы. На сегодняшний день в соответствии с федеральными законами, это 89-й федеральный закон об обращении с отходами, возникает понимание и категория институт региональных операторов. Что это под собой подразумевает? Это организация и юридическое лицо, которое имеет право осуществлять свою деятельность. Понятно, что на основании всех разрешительных документов, лицензий и прочих, на территории, которая определяется утвержденной территориальной схемой. То есть каждый субъект федерации разрабатывает территориальную схему. Это на площадке министерств. А эта территориальная схема утверждается. И на основании этой территориальной схемы происходит конкурсный отбор регионального оператора. Территориальная схема у нас уже утверждена. Территориальная схема Кировской области утверждена. И она утверждена таким образом, что деятельность на ней в соответствии с этой территориальной схемой может осуществлять единый один региональный оператор. Хотя на опыте других регионов этих региональных операторов есть и 6, и 7, и возможно где-то и 10. Но у нас как раз это решение принимает, будет 1, 2 или больше? Это регламентируется именно территориальной схемой. Территориальная схема это граница, в рамках которой региональный оператор обязан выстроить систему обращения с отходами именно в рамках вот этой территории, которая определяет его деятельность. У нас территориальная схема разработана и утверждена так, что вся территория Кировской области относится к одному региональному оператору. А можно поподробнее еще об этой терр схеме? Что она собой представляет? Что там отмечено? На этой территориальной схеме нанесены, в первую очередь, там нанесены существующие объекты размещения отходов, то есть это полигоны, полигоны, которые внесены в государственный реестр объектов размещения отходов. Туда нанесены проектируемые полигоны, которые будут построиться во время осуществления деятельности региональным оператором. Туда нанесены мусороперегрузочные станции и мусоросортировочные станции. А самое главное, что под собой подразумевает эта территориальная схема, это строгое направление мусорных потоков, то есть от места образования до места размещения этих твердых коммунальных отходов. Поэтому именно эта территориальная схема, она строго регламентирует обращение и систему обращения с образованными отходами. То есть фактически с каждой контейнерной площадки мусор поедет в строго заданном направлении на тот объект размещения, которым подразумевает территориальная схема. Ну давайте вот на примере сразу областного центра, раз уж мы здесь все находимся и все здесь живем. Вот новые, да, вы сказали, перерабатывающие комплексы, где они должны появиться? Нет, но они, эти объекты, новые объекты размещения, они предусматриваются территориальной схемой. То есть мы знаем все о строящемся объекте, который должен вестись в ближайшее время в эксплуатацию. Осинцы, это Осинцы, да, но в других муниципальных образованиях там тоже есть предусмотрено строительство новых объектов, поскольку существующие объекты постепенно свой ресурс вырабатывают, срок эксплуатации их заканчивается, и поэтому создаются новые объекты. Но создание новых объектов, оно предусматривает все-таки не рост этих объектов, а их сокращение. То есть если на сегодняшний день у нас, если я не ошибусь, у нас 23 объекта размещения. В регионах власти 23 полигона, да, в Кировской области. То к моменту окончания срока деятельности количество этих полигонов должно практически вдвое сократиться. За счет чего? За счет чего. Вся эта система направлена в первую очередь на уменьшение объема образования отходов посредством сортировки, обработки этих отходов и максимального извлечения вторичного сырья. Да, то есть главная цель уменьшить объем образующихся твердых коммунальных отходов к размещению их на полигонах. То есть то, что захораниваясь сейчас, этого должно стать меньше, да? Да, это главная цель проводимой реформы. И вторая цель – это максимально очистить уже тот накопленный ущерб, и то есть ликвидировать те несанкционированные свалки, те несанкционированные места размещения объектов, твердых коммунальных отходов, которые, как мы знаем, были сформированы даже не в ближайшие 3-5 лет, а в десятилетии. В десятилетии именно как раз. То есть это, да, я не побоюсь даже сказать, что в ближайшие 50 лет это аккумулировалось на наших полях, обрагах и в лесах. В лесах, в речах обычно. Да, для чего еще, так, ну, это принципиально… А вот, извините, вот этот вопрос ликвидации этих несанкционированных свалок, это тоже в вашем будет… Давайте будем так, поступательно. Мы именно для упорядочения движения потоков и для контроля за их перемещением, и утверждаются эти территориальные схемы. Дальше, в соответствии с утвержденной территориальной схемой, на ее территории производится конкурсный отбор регионального оператора. Это очень серьезная процедура. Там очень тщательный проходил отбор, и очень много было критериев. По всем критериям, по всем условиям наше предприятие было признано соответствующим. Вот я читаю, в СМИ, простите, на конкурсе Куприд стал единственным участником? Мы были единственным заявителем. Я еще раз повторюсь, очень жесткие конкурсные условия. То есть на предварительном этапе, да, еще были требования, которые нужно соблюсти? Конечно, для того, чтобы признать соответствующим для участия в этом конкурсе. Я могу вам для примера сказать, что наша конкурсная заявка на участие в этом конкурсе по количеству листов содержала в себе 1568 листов. 1568? Да. Я-то думал, у нас уже электронный документооборот повсеместно внедрен. Это же в электронном виде. Но в том числе и на бумажном носителе тоже, потому что это документ, который... Продолжайте, сейчас мы небольшую паузу сделаем. Это документ, который идет же на проверку во все абсолютные инстанции. Конечно, он в электронном виде, в сканах и все. Но там огромное множество документов, подтверждающих наше право осуществлять эту деятельность. Еще один момент хочу выяснить и прерваться. На какой срок, как продолжительно сейчас, вверя на Куприту, заниматься именно этой деятельностью? Соглашение с региональным оператором подписано на 10 лет. На 10 лет, да? До 2028 года, получается. Так, давайте сделаем небольшую паузу. Генеральный директор компании Куприт, единого оператора по обращению с отходами в Кировской области Ирина Торопова у нас в студии. Мы вернемся через полминуты. Продолжаем нашу программу. Напомню, что у нас в гостях сегодня генеральный директор компании Куприт, единого оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Кировской области Ирина Владимировна Торопова. Еще раз добрый день. Еще раз добрый день. Мы остановились на таком интересном моменте, как проходил сам по себе конкурс по отбору этого оператора и поняли, что дело это было очень серьезное. Очень ответственное и серьезное. А сколько у вас вышло времени на подготовку этой кипы бумаг, если так честно сказать? И вообще, когда пришло осознание, что надо пытаться участвовать? Да, то, что вы способны на такой объем работы. Поскольку наше предприятие в правовой форме представляет собой акционерное общество, и это соглашение... С участием муниципалитета. Да, с участием государственной собственности. Муниципальная собственность – это государственная собственность. Более 50%. Такая сделка, конечно, признается особо крупной сделкой. И ее для участия в этой сделке и для заключения этого соглашения мы получали одобрение акционеров нашего общества. То есть было собрано внеочередное собрание акционеров, на котором было единогласное решение принято о том, что акционерное общество будет участвовать в этом конкурсе. Поэтому мы понимали серьезность возложенной на нас задачи. Эта серьезность с каждым днем и ответственность только увеличивается. Но тем не менее, мы понимали, что наше предприятие, оно с опытом работы на рынке обращения с отходами 25 лет, уже более 25 лет, наше предприятие до сегодняшнего дня было абсолютно ответственным и признано самым достойным на территории Кировской области. Но и, соответственно, проведя все проверки, нас сочли соответствующими для исполнения этой функции. Я очень люблю денежные вопросы задавать. Не могу и удержаться от этого сейчас. Десять лет впереди. Объем вложения, который предстоит сделать, естественно, он просчитан. Просчитана стоимость услуг регионального оператора. Стоимость услуг. Потому что все знают, что с 1 января 2019 года возникает новая коммунальная услуга. Это услуга вывоза мусора. Это новая коммунальная услуга для населения нашей страны. И, соответственно, эта услуга будет оплачиваться каждым жителям, как нашей страны, так, естественно, нашего региона и города в том числе. Тариф пока не утвержден? Тариф для регионального оператора будет утверждаться государственным регулятором. Это будет утверждаться региональным нашим центром РСТ. РСТ. Региональная служба по тарифам. Да. Он будет утвержден не позднее 20 декабря 2018 года. Он будет утверждаться региональному оператору в самую последнюю очередь после того, как будут утверждены тарифы всем объектам для размещения отходов. Потому что деятельность регионального оператора, она строго регулируемая. Эта деятельность, мы превышать эти тарифы не можем. И все знают, и кто сталкивался с регулируемым видом деятельности, все прекрасно знают, как сложно защищать все свои затраты. Поэтому пока мы не говорим не о капитальных вложениях, а говорим о том, что тарифы регионального оператора, давайте рассмотрим, с чего он будет складываться. Это, наверное, всем будет тоже интересно. Тариф регионального оператора складывается из нескольких частей. Это затраты на сборы и транспортирование отходов, твердых коммунальных отходов. То есть это такая себестоимость, да? Себестоимость деятельности. Это затраты на размещение, захоронение отходов. Это общихозяйственные расходы регионального оператора. И самая интересная часть – это инвестиционные составляющие, которые будут формироваться из защищенных инвестиционных программ на соответствующих уровнях в министерствах. Так, поподробнее. То есть инвестиционные составляющие – это деньги, которые нужно вкладывать в дальнейшее развитие. То есть на сегодняшний день уже сдано ряд инвестиционных программ потенциальными инвесторами на рассмотрение и утверждение на различные уровни в нашем министерстве. В случае утверждения этих программ, эти затраты, что они под себя подразумевают, это инвестиционные программы, кто-то их разрабатывает по строительству мусоросортировочной станции. Я сейчас не могу сказать, я сама эти программы пока еще не ознакомилась, но в дальнейшем это будут инвестиционные программы, возможно, по строительству полигонов, нового объекта размещения. То есть при случае утверждения этих программ, значит, эти затраты будут включаться в единый тариф. И региональный оператор будет в случае выполнения этой программы и принятия ее, значит, он будет компенсировать эти затраты из собранных денежных средств. — Срок установлен, не ранее которого, по достижении которого тариф может изменяться? — Нет, это самый критичный, последний срок, он утвержден не позднее 2020 года. — А дальше как будет, пока неизвестно? — А тариф будет утверждаться ежегодно. — Ежегодно. — Он будет защищаться ежегодно, да. То есть этот тариф нам будет утвержден на 2019 год, и, соответственно, в 2019 году будет вновь защищаться тариф уже на 2020 год и так далее. То есть каждая статья о затрате должна быть четко подтверждена документальным образом. — Я правильно услышал, что в любом случае деньги будут взиматься с жителями области, да? — Они не только жители. — Только они пойдут, я имею в виду, на развитие инфраструктуры? — Нет, нет. Ведь у нас не только жители образуют твердые коммунальные отходы, в том числе и юридические лица. — Для них тариф другой будет? — Нет, для них будет тот же самый единый тариф. Этот тариф будет единый для всех, потому что тариф устанавливается для обращения с твердыми коммунальными отходами. В категорию твердых коммунальных отходов входят в том числе и мусор от офисных помещений, то есть это и ПЭИ, и торговые сети, и медицинские учреждения, учебные заведения. Они все образуют твердые коммунальные отходы. То есть с ними тоже будут заключаться договоры в соответствии с тем же самым единым тарифом. — Ну, к теме договоров чуть позже, я думаю, перейдем. — Нет, я хотела бы еще вернуться для того, чтобы было понимание по тому, как складывается тариф регионального оператора, чтобы было понимание в следующем формате. Договора с объектами размещения будут региональным операторам заключаться напрямую, потому что каждому объекту размещения точно так же РСТ утверждает тариф. А договора на сбор и транспортирование строго на конкурсной основе по требованиям 44-го федерального закона. — О госзакупках. — Да. То есть сейчас идет, конечно, и в других регионах нашей страны, сейчас идет очень такой жесткий конкурсный отбор операторов. И, я бы сказала, конкурентная борьба. И это вызывает большое беспокойство в сфере малого бизнеса и таких вот совершенно маленьких каких-то перевозчиков, потому что все понимают, что операторов по сбору и транспортированию не может быть слишком много. Поэтому это требование тоже установлено законодательно. И мы сейчас готовимся к проведению такого конкурсного отбора. Это очень сложная задача, я вам честно скажу. — Какие сроки он должен пройти? Опять-таки до начала 19-го, да? — Ну, конечно. Мы должны это сделать до момента утверждения тарифа. Потому что для утверждения тарифа мы обязаны представить договора по сбору и транспортированию со всеми, кто выиграет у нас это, и договора с объектами размещения. То есть с организациями, которые занимаются деятельностью размещения отходов. — Давайте сейчас сосредоточимся на обычных гражданах, на физлицах, юрлицах. На следующий раз, наверное, остань. — По юридическим лицам там ведь особых нет проблем, потому что и на сегодняшний день юридические лица, они практически все заключают договора со специализированными организациями, которые осуществляют эту деятельность. Поэтому тут особо вот... — Ничего не изменились. — Да, там единственное, что отличие будет от того, что было раньше, что все договора будут заключаться по единому тарифу. А на сегодняшний день с юрлицами договора заключается... Ну, цена образования достаточно гибкая, потому что зависит от плеча транспортного там, ну, то есть по факту там... — А вот простые-то граждане, простые жители, тут каков порядок будет, тоже договор придется заключать каждому, не знаю, домохозяйству, каждому владельцу собственности. — По требованию законодательства, да, каждый житель... — Ну, вот обычная квартира, обычная семья, что ей придется сделать? — Значит, давайте начнем с того, что эта коммунальная услуга будет взиматься по формату того, что ее будут оплачивать из расчета количества проживающих людей, зарегистрированных на данной жилплощаде. — На конкретной жилплощади. — Именно количество людей. Тариф будет складываться из норматива, годового норматива образования отходов. Временно утвержденный норматив правительством есть. Этот будет единый тариф, значит, он будет делиться на норматив образования, и отсюда будет получаться... — Он единый для всей страны будет? — Нет, для регионального оператора. И отсюда будет складываться плата с человека. — С человека прописанного. — Да, конкурсной документацией и нашим соглашением сделаны расчетные данные, по которым можно на сегодняшний день понимать потолочный. Мы эту цифру знаем. — Озвучите, пожалуйста. — Мы эту цифру знаем. — Ну, не скажем, да? — Пока не утвердят. — Потому что это в чистом виде теоретический расчет. — Может, все-таки можно поделиться? — Но для жителей города это не более 150 рублей с человека. — С человека. Месяц. — Да, месяц. Для Кирова-Чепецка там чуть меньше, а для всех других поселений не более 130 рублей с человека. Это потолочный уровень, который выше быть не может. — Выше преодолевать, который нельзя. — Поэтому, но какой этот будет тариф, утвержденный на следующий год, нам будет известно в конце этого года. — Это все разрешение за РСТ, да? — Да. Для того, чтобы заключить договора, по идее, по действующему законодательству, мы обязаны заключить. — Что нужно будет делать конкретно для человека? — На сегодняшний день нашим предприятиям уже был сделан шаг для заключения этих договоров. Мы пошли по пути публичной оферты. На сегодняшний день в средствах государственной издания «Кировская правда» опубликовано. — Официальный орган. — Официальный орган. — Правительство. — Да. Опубликовано уведомление и вывешена типовая форма договора. Дальше. На сайтах правительства, на сайтах нашего предприятия, на сайтах муниципалитетов эта же самая информация размещена. Муниципалитеты взяли на себя ответственность распространить эту информацию, доступно для населения на стендах, еще где-либо. Это публичная оферта. — То есть это что значит? Я увидел этот текст. — Сделав эту публичную оферту, вы имеете право ознакомиться с условиями этого договора. При желании вы можете его подписать и предоставить свои персональные данные. Но если даже вы не подпишете, оферта сделана и обязанность по оплате этой коммунальной услуги будет. — Все равно будет. — Она наступает. — Интересно. Масса еще вопросов. Мы их зададим нашей гости Ирине Тороповой, генеральному директору компании «Куприт». После небольшой рекламной паузы скоро вернемся. Продолжается программа «Дневной разворот». «Куприт» стал оператором по обращению с отходами, единым оператором. В Кировской области Ирина Торопова, генеральный директор компании «Куприт» у нас сегодня. И мы продолжаем беседу. Еще один уточняющий вопрос. Это будет новая квитанция жителям приходить или это появится в общей отдельной строке? — Сейчас этот механизм пока прорабатывается, потому что это очень затратная часть деятельности. — Напечатать нужно, разнести. Сейчас прорабатываются различные механизмы. Либо это будут отдельные квитанции, либо это будет включена эта квитанция. Но это в любом случае будут окрашенные деньги, которые в какой бы они квитанции ни отмечались, они будут поступать на расчетный счет рекоператора. А рекоператор с этого расчетного счета обязан оплачивать услуги действующих операторов, которые оказывали фактически эти услуги. — О которых мы уже говорили, то есть которые как раз конкретно. — Да, которые будут выполнять деятельность по сбору и транспортированию по своим договорам, деятельность по размещению по другим договорам. Если будет где-то отдельные договора на сортировку, то, соответственно, и деятельность по обработке отходов. — То есть это как раз те самые операторы, о которых мы говорили, где сейчас разгорается, вот эта активная конкурентная борьба. — Активная конкурентная борьба разгорается среди операторов, которые занимаются сборами транспортирования. Поскольку с полигонами, с объектами размещения там все четко определено государственными нормативами. Конечно, конкуренция среди перевозчиков сейчас очень ощутимая. Мы проводили совещания с нашими местными организациями, которые занимаются сбором и транспортированием. — Но у нас их немного, по идее, это в области много. — По Кировской области их более чем достаточно, потому что есть такие районы Кировской области, где нет вообще ни одной контейнерной площадки. Но это не означает того, что там не происходит сбор. Там просто есть какой-то местный транспорт, который по определенному маршруту в определенное время подходит к населенным, к домам, и многоквартирным даже в том числе, и осуществляет этот сбор, скажем так, как он называется, помешочный сбор, то есть мешочный сбор. — Или там в каком-то определенном месте мешки оставляют, он подъезжает, забирает без контейнеров. — Ой, вопросов, конечно, масса. — Вопросов очень много. — Времени не так много. — Вопросов очень много. — Почему, наверное, очень многие будут задаваться вопросами, почему мы делаем, скажем так, разделение на зоны деятельности операторов, не на каждый район Кировской области. Это тоже хотелось бы пояснить. Это будет разбито на укрупненные лоты. С какой целью это делается? Это делается в первую очередь с целью упорядочения и управления работы операторов. Потому что очень сложно наладить работу, скажем, с 45 операторами, и самое главное, очень сложно контролировать их. Все-таки работая с несколькими укрупненными. — А сколько этих зон будет? — Пока предполагается четыре. Но это сейчас будет документация сдана на утверждение в министерство. — Четыре зоны? — То есть примерно по десять? — Четыре крупных перевозчика получается, да? — Четыре оператора. — Примерно по десять муниципальных образований, если у нас 39 муниципальных районов. — Выбранный оператор будет вправе применять услуги субподрядчиков. Но единственное требование, в том числе для субподрядчиков, остается наличие лицензии в первую очередь. И каждое транспортное средство обязано будет оборудовано системой ГЛОНАСС, либо GPS-ом, для того, чтобы все это контролировалось. — Отследить, не дай бог, где-то подходы будут выгружены не там. — То есть вы сможете просто сидеть и наблюдать, да, вот этот, где как эти мусоровозы... — Да, сейчас формируется эта электронная модель, которая будет наполняться. На сегодняшний день там занесена территориальная схема с указанными потоками. Контейнерные площадки. Дальше эта электронная модель будет наполняться дополнительными контейнерными площадками. Ну и, соответственно, местами накопления, которые не указаны, они тоже будут в сельских поселениях. Невозможно поставить же у каждого дома контейнер. — Вы знаете, недавно такой бытовой разговор слышал, как раз люди обсуждали появление единого оператора по обращению с отходами у нас в регионе. Люди считают, что вот сейчас те мусоровозы, к которым мы привыкли, которые ездят по областному центру, они исчезнут, появятся новые. С символикой куприт, предположим. Будет такое или не будет такого? — Это мечта. И возможно, что к концу 2010 года именно такая картина и появится на территории нашего региона. Это наша цель, к которой нужно стремиться. Чем же еще эта, наверное, система? Почему она была необходима введением такой системы? Что на сегодняшний день все знают, что транспортировкой занимается одна организация, размещением занимается другая организация. Перевозчик собрал этот мусор. Куда он его повез? — Никто не контролирует. — В лес, в поля. Никто не контролирует. С введением этой системы перевозчик, собрав мусор, он обязан перевезти его на тот полигон, который подразумевается территориальной схемой. И оплату он этого объема получит только после того, как объект размещения подтвердит принятый объем. Ему сейчас совершенно невыгодно куда-то везти. Он же за это денег не получит. Точно так же и полигоны, они сейчас, если даже, ну, может быть, такие прецеденты и бывали, что кто-то там привозил вот так, им просто сейчас тоже принимать это невыгодно. Им этот региональный оператор этот объем им не оплатит. — Не оплатит потом. То есть это все-таки должно выстроить строго вертикальную и прозрачную схему, которая, ну, она должна контролироваться. — Тоже хочу задать вопрос. Я так полагаю, что он болезнен, наверное, для вас, как руководителя единого оператора. Существующий и давно уже исчерпавший свои возможности полигон в Костино, он вам по наследству, так сказать, вот переходит? Что-то придется с ним делать вам? — Ну, давайте начнем с того, что полигон, который находится в Костино, это муниципальный объект, и он будет подлежать, он обязан подлежать рекультивации. Вопрос, кто будет из-за чей счет рекультивировать этот объект, я думаю, это компетенция собственника этого объекта. — Муниципалитетом, администрацией непосредственно. — То есть к вам он не переходит? — К вам он не переходит. — Он уже исключен из государственного реестра, то есть фактически это объект, на котором размещения новых объемов не будет. То есть с 2019 года туда поток твердых коммунальных отходов будет закрыт. — И вот еще такой вопрос тоже, вот как бы из разговоров, которые я слышал, все-таки АО Куприт, оно всегда как бы у людей связывалось с утилизацией вот таких вот особо… — Специфических? — Специфических, да, вещей. — Особого класса опасностей. — Эта деятельность у нас остается? — Эта деятельность у нас остается. — Вот как раз и речь сошла о том, что они сейчас будут заниматься тем-то, куда мы с лампочками смешиваем? — На сегодняшний день, конечно, пока идет такой вот переходный период и подготовительный период, основные силы аккумулируем на эту деятельность. Но это не означает, что мы остановили и деятельность по обращению с опасными отходами. Она как была, так и осуществляется. Я бы даже вам сказала, что объемы эти увеличиваются. — То есть бабушкам с градусниками по-прежнему обращаются? — Пожалуйста, мы эту работу не останавливаем, и работу не только с содержащими отходами, и работу со всеми остальными отходами. Это наша сфера деятельности, она полностью сохраняется и не уменьшается. — Еще хочу вспомнить, несколько минут вы сказали о важной задаче сортировать и вычленять из этого объема мусора то, что можно переработать. Бумага, PET, тара и так далее. — Перерабатывать будем на месте в перспективе или будем куда-то увозить это все для переработки? — Я думаю, что эти вопросы будут решать те операторы, которые эту деятельность будут осуществлять. Естественно, что задача как можно больше объем вторичных ресурсов отсортировать, а дальше это уже коммерческая деятельность по реализации этих ресурсов. Но я знаю, что государство тоже сейчас решает эти вопросы, чтобы многие предприятия обязать для производства товаров и продукции их применять в торсырье. Потому что на сегодняшний день этот рынок достаточно сложный в том плане, что даже если и ручным способом на сегодняшний день что-то отсортировано, достаточно сложно реализовать. Есть предприятия и все, но логистика... — Не выстроена, да. — И тут же еще, наверное, надо понимать, раз Куприд, в том числе и муниципальное предприятие, ведь в муниципалитет деньги тоже будут поступать с этой деятельностью? — Ну, кроме налогов, естественно. — Деятельность регионального оператора, она не предусматривает себе доходную часть. Доходная часть предприятия нашего формируется от хозяйственной деятельности, то есть непосредственно хозяйственной деятельности, то, чем мы занимались и будем заниматься и дальше. Это та же самая деятельность по транспортированию, потому что мы, как региональный оператор, эту деятельность тоже будем осуществлять, и наш транспортный парк, он будет задействован в этой деятельности. Это наша деятельность по обезвреживанию и по обращению со всеми опасными отходами, поэтому доходная часть формируется от этого, а от деятельности регионального оператора там доходной части не предусмотрены. — Тариф не предусматривает. — В связи с началом нового такого пути, вы сейчас понимаете, как руководитель, что, возможно, кадры новые нужны, прием на работу дополнительных сотрудников, что-то еще? — Да, на сегодняшний день мы сейчас формируем штатное расписание нового структурного подразделения, которое будет заниматься региональным операторством. Конечно, в том составе ресурсов для ведения этой деятельности просто недостаточно. — А много людей будет задействовано, как вы думаете? Вот по вашим прикидкам? — По теоретическим расчетам, которые вела московская компания, Большая Тройка, там этот штат предусматривал 75 человек, насколько я помню. — На регион. — Да. Но все ведь будет еще зависеть от того, насколько будет складываться деятельность и вообще взаимоотношения с отходообразователями. Это мы прекрасно понимаем, особенно на переходном периоде, на стадии становления этой деятельности, какой будет масштабный кассовый разрыв и собираемость платы будет крайне низкая. А оплачивать услуги операторам нужно строго в соответствии с договорами. Поэтому это глубочайшая проблема, то есть там нужно будет очень большую работу проводить по взысканию дебиторской задолженности, по работе с населением. Поэтому это будут наши задачи, когда мы начнем эту деятельность. Пока идет подготовительная работа, деятельность начнется с 1 января. — Завершается время нашей беседы. Мы понимаем, что только небольшую часть мы сегодня сумели осветить. Но время еще есть, и мы свою миссию, наверное, видим в том, чтобы проинформировать максимально подробно жителей города и региона. — Я думаю, что... — Так что мы будем приглашать вас в следующих коллегах. — Как будет разворачиваться деятельность, мы с вами еще неоднократно встретимся. — Спасибо вам. — Спасибо большое. — Спасибо Ирина Торопова, генеральный директор компании Куприт.